Всем добрый день! С вами психолог и специалист по психосоматике Наталья Коробкова. Сегодня следующая тема. Холецистит. Воспаление желчного пузыря. Психосоматика этого заболевания. Это всегда чувство горечи. Туда входит злость, такая прям граничащая с бешенством. И в то же время досада и ощущение, что я бессильна перед какой-то несправедливостью. Перед какой-то несправедливостью. И поэтому всё, что я могу, это продолжать тихо беситься, но проблема не решается. Как правило, за этим стоит какое-то травмирующее событие. Очень часто в детстве связано что-то такое с взаимоотношениями с кем-то. Поэтому здесь надо разбираться с чувством досады, горечи. Смотреть, что стоит за злостью. И в то же время, почему я не могу выразить эту злость. Есть же какая-то причина почему. То ли в силу характера, то ли в силу обстоятельств. Может быть её нельзя и очень опасно выражать. Но и самое главное даже не в злости. А что за несправедливость такая в вашей жизни происходила и продолжает, по всей видимости, происходить. Ведь что-то же триггерит вот это заболевание. Запустило его что-то. Если вообще с желчным пузырём какие-то проблемы. Например, камни в желчном пузыре. То есть это тоже та же тема абсолютно. Камни в желчном пузыре. Просто какая-то заезженная тема. Как будто бы, знаете, фаза активного переживания, восстановления. То есть человек успокоился. Активное переживание, восстановление. Так образуются камушки. Вот, друзья, ищите, как говорится, и копайте внутри себя в эту тему. Наверное, бывают не только психосоматические причины. Может быть, там где-то что-то нарушено. Не знаю, органы какие-то пережаты. Где-то куда-то отток не идёт. Ещё что-то. Ну, я допускаю, сколько-то процентов я отдаю на то, что это что-то такое физическое. Ну, вот сколько я с этим сталкивалась. Я сталкивалась только с психосоматическими больше причинами. И очень часто, кстати, эти люди, им свойственно вообще чувство такого вот ярости, несправедливости внутри, что вот кто-то с ним несправедливо поступает. Может даже быть такая внутренняя прям токсичная ревность, зависть. Вот эти вот такие вот чувства, которые разъедают. Вот как желчь там прям вот, понимаете, выделяется и разъедает всё внутри. Ну, в общем, надо разбить. То есть чего-то я не могу принять, переварить. Это чувство отвращения до тошноты тоже сюда же. Вот так вот. Ну, это тоже, сейчас сразу скажу, это специфика ещё и характера. Как правило, это человек с определённым характером. Потому что даже при одних и тех же жизненных обстоятельствах один человек будет реагировать по одному, и у него может вообще не быть никакой психосоматики, ну, либо какая-то другая будет. Потому что он как-то по-другому будет переживать за это. А есть люди, которые склонны именно к тому, чтобы было что-то с желчным пузырём. И это вот, повторюсь, это желчь в характере может быть, стойкая такая ненависть, но не выпущенная наружу. И главное, вот я говорю, она ещё и крутится вот так вот всё время, какой-то заезженный круг таких чувств. Ну, вот надо, в общем, смотреть, откуда и почему они появились, адекватны ли они ситуации, либо человек, скажем так, ну, неадекватно, неадекватно бурно реагирует на что-то. То есть можно уменьшить эти чувства, не уменьшить эти чувства, как сказать, с ними поработать и уменьшить драматизм вот этот внутренний. И таким образом потихоньку, ну, потихонечку, чтобы органы начали расслабляться, чтобы уже так желчный пузырь, бедолага, не отдувался за чувства хозяина. Будьте здоровы! Спасибо.